Лучшая люксовая альтернатива для Patek Philippe Nautilus и Adama Pigea Royal Oak сейчас в моих руках. Конечно же я говорю о тех часах, которые я рекламировал почти во всех своих видео, как альтернативу этим часам, и это Maurice Lacroix Icon. Очень интересная линейка часов, где есть много разных моделей, также не только механические, но и кварцевые, не только на стальном браслете, также на колчуковом, не только в 42 или 40 мм, но также и меньшие и большие размеры. Женские и мужские модели, огромное количество линеек, и сегодня мы рассмотрим именно их, и посмотрим, насколько же они хороши, и как здорово они смотрятся на руке. Поэтому давайте начнем, меня зовут Дмитрий Ким, канал L-Watches. Подписывайтесь, поехали! Обычно я рассказываю про те часы, которые самому очень интересно посмотреть, однако это не всегда удачно получается. Например, в прошлый раз я рассказывал про Hamilton Ventura, и вы не очень сильно это оценили. Также рассказывал про классические часы, и у них тоже было мало просмотров. Сегодня я выбрал часы, которые, возможно, также будут интересны вам, так же, как и интересно мне, посмотреть их сегодня с вами. Поэтому давайте сделаем классный, интересный, подробный обзор. Как обычно, эти часы нам предоставляет компания SwissTime. Это самая крупная, крутая сеть часов в Казахстане. Обязательно посмотрите их инстаграм и сайт. У них много всего интересного, каждый раз появляются разные бренды. Ну а мы начинаем со истории компании, давайте сразу приступим к ней. Все началось с международной компанией, которая называлась Desko von Schultes, известный производитель шелка, которая уже давно известна в часовом деле. Это была компания с давними традициями, основанная еще в 1889 году в Цюрихе. Она сотрудничала с известными швейцарскими часовыми домами. В начале 1960-х годов эта компания приобретает производственное ателье по сборке часов в Сен-Лежье. Она начала производить часовые компоненты для других часовых компаний, таких компаний, как Adam Apge, Tag Heuer, Eterno, GLC и другие. Благодаря накопленному в этой компании Desko опыту, до основания собственного часового бренда остался всего лишь один шаг. И в 1975 году компания Desko начинает производство часов под брендом Maurice Lacroix. И четыре первых модели часов Maurice Lacroix поступает в продажу в Австрии. Интересно, что бренд назван не именем города, в котором разородился бренд, и не именем компании, основателя этого компании. Он был назван в честь одного из сотрудников этой компании Maurice Lacroix. Это было имя одного из сотрудников, выбранное в силу красивого звучания Maurice Lacroix. В честь одного из членов совета директоров, который умер в том же году. Я не знаю, он умер до этого или после этого. Скорее всего, компанию назвали просто в его честь. И так как у него красивое имя и фамилия, оно так же созвучно и интересно звучало. Не самая красивая история, как мне кажется, но как есть. В 1989 году, поняв серьезность направления бренда, они приобретают завод по производству корпусов в том же городе Сен-Лежье. И в 1990 году они разрабатывают и выпускают знаковую для малыша Лакроix коллекцию Calypso. С этой коллекции они выходят на рынок Саводовской Аравии, и это начало продвижения марки на Ближнем Востоке. Происходит расширение и модернизация завода по производству часовых корпусов, которые позволяют увеличить объемы производства и еще сильнее повысить качество часов. В 2006 году они выпускают свои первые мануфактурные механические часы, механический калибр, который назывался ML-106. По сей день более 40 лет часы Морис Лакроix изготовляются в том же городе Сен-Лежье на собственной мануфактуре, которая оборудована по последнему слову техники. Несмотря на то, что мануфактуру Морис Лакроix можно назвать одной из самых современных в мире, многие детали до сих пор изготавливаются вручную. Именно благодаря сочетанию высоких технологий и ручного труда, молодой компании удалось выдержать жестокую конкуренцию на мировом рынке. Сегодня на счету компании 14 собственных уникальных либров и 12 престижных на бэкград в области дизайна. Девиз компании «Успех – это не цель, а дорога к цели». Она лежит в основе философии компании. И в целом компания достаточно молодая и славится своими крутыми, необычными, достаточно более такими премиальными, сложными механизмами. Продают они свои часы в премиальном сегменте, ну в сфере чуть высшего такого среднего люкса. И давайте сразу перейдем к распаковке одних из самых популярных моделей этой компании. Итак, перейдем к распаковке. Здесь, как видите, у нас есть бумажный такой картон, я бы сказал, чехол, который хранит в себе пластиковую коробку. И здесь у нас такая пластиковая коробка. Казалось бы, зачем использовать пластик, тем более, если вы позиционируете себя как люксовый бренд. Я сначала совсем не понял, но потом открыл эту коробку, перевернул крышку, и здесь у нас написано вот это. Эта коробка была сделана из 38 пластиковых бутылок, которые были убраны из-под океана. И это просто чудо. Мне безумно нравится иногда, когда компании делают подобные вещи. Вроде казалось бы, просто пластиковая коробочка, но на самом деле это переработанный пластик. И компания помогла многим как бы людям тем, что она также чистит океаны и использует эти второстепенные ресурсы в переработке. Это очень круто. И делает компанию даже немножко более приветливой к своим клиентам. И вот наши шикарные часы. Выглядят они отлично. Как видите, они автоматические и уже ходят. Давайте посмотрим на них и на саму коробку. Здесь у нас есть тоже вот такая эмблема на подушечке. Хотя она сама выглядит дешево. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, в этом тоже что-то есть. Часы я пока отложу. И посмотрим, что у нас еще есть в этой коробке. Здесь у нас QR-код. Открывается крышка. И здесь я без понятия, что. Давайте с вами посмотрим. Такой большой чехол. Он пустой. В данном случае, возможно, здесь лежал ремешок от часов. Я не знаю. Здесь у нас гарантийная карта также лежит. Сзади у нас сделанная из стопроцентного океанского пластика. Очень круто. Ну и давайте я уберу коробку. И мы перейдем к самим часам. Итак, часы Maurice Lacroix Icon. Это очень широкая линейка, которая подразумевает себя как и механические часы, так и кварцевые часы. У них есть разные цвета циферблада, разные модели, разные браслеты, как резиновые, так и кожаные, так и металлические. Кроме этого, есть такие же усложнения, как хронографы и размеры. Разные, от женских маленьких до крупных мужских размеров. Что тут сказать? Тут все понятно. Это спортивные часы, которые стали так популярны в последнее время. Это часы спортивные с интегрированным браслетом. Как видите, здесь резиновый браслет идеально вписывается в часы. Сегодня я выбрал именно колчуковый браслет, потому что мне он очень понравился. Об этом мы также с вами чуть позже поговорим. У них уникальный стиль. Несмотря на то, что они вдохновены старинными часами Adama Piguet, у них есть свой собственный стиль, свои фишки. Выглядит кейс достаточно необычно. Это все напоминает о спортивных часах с интегрированным браслетом, но при этом имеет свой собственный стиль Maurice Lacroix. Это очень классно. Относительно у них доступная цена. Из конкретных могу вспомнить разве что Christopher Wart, который появился совсем недавно. А так, это самая лучшая альтернатива для этих часов. Цена во многом зависит от места, где вы их приобретаете. Например, в FVS FaceTime эти часы стоят от 2900 до 3000 долларов, в зависимости от того, с каким браслетом вы их берете. Поговорим о циферблате. Здесь у нас установлен люм как в стрелке, так и в часовой отметке. Он не сильный, но достаточно хороший. Здесь у нас такое синее, я бы сказал, сапфировое стекло с синим отбликом. Это очень красиво. Мне всегда нравится, когда часовые кампании делают, особенно когда это пилоты делают. Но здесь это выглядит очень уместно, классно. Обожаю такие стекла. Это прям добавляет дополнительный эффект к этим часам. Здесь у нас, как вы видите, объемный циферблат с такой квадратной вырезкой 3D. Тоже создает объемный эффект к этим часам. Смотрится достаточно здорово. Сверху логотип Marisol Pro и надпись «Автоматик». Здесь у нас есть окошко с датой, которое также отмечено такой небольшой рамкой. В принципе, это все выглядит гармонично и здорово. Характеристики. Данный размер 39 мм. Толщина 10,8 мм. Расстояние от ушка до ушка 44,8 мм. Водозащита 200 м. И автоматический механизм. Сапфировое стекло и закручивающаяся головка. Безель здесь фиксированный. Он не крутится. Сделан в двух полировках, как видите. К сожалению, эта часть будет у нас царапаться. Но я думаю, вы будете к этому готовы. В принципе, я не думаю, что вид сильно испортится. От того, что на нем будет пару царапин. В принципе, он достаточно такой угловатый. Поэтому, в принципе, это не должно быть сильно заметно. Отделка тоже очень хорошая. Мне очень нравится, как корпус выглядит. Смотрите, если я положу эти часы, вы увидите, что здесь у нас ушки смотрят вот так вот не вниз, а вбок. Как таким, можно сказать, домиком. Это очень эффектно, классно и красиво. Мне это прям нравится. Уникальный дизайн, скажем так. Специально для его интервьюрованного браслета. Коронка здесь закручивающая. Идет достаточно тяжело. Вот так вот она выглядит в открытом состоянии. Попробуем завести эти часы. И вот так они у нас заводятся. Я дам вам послушать. Она у нас, кстати, тоже в виде такого октагона, можно сказать, что с такими углами. Это этим часам очень идет. С красивым логотипом на этой коронке. Механизм здесь селита SW200. Здесь у нас открытая сапфировая крышка. Где видно механизм. Должен признать, что выглядит он очень хорошо. Несмотря на то, что это всем известный обычный механизм. Они его, возможно, также модернизировали немножко. Выглядит он очень хорошо. И, в принципе, этим часам идет. Кажется, SW, почему эти часы такие дорогие. Но когда вы увидите отделку, когда вы увидите качество этих часов, в принципе, цена 100% оправданная. Эти часы смотрятся очень хорошо. Браслет. Если честно, Морис Лакросс лавится своим браслетом. Это одни из лучших браслетов за свою цену. Если мы говорим про стальной браслет. Но здесь у меня колчуковый браслет. И к нему у меня тоже никаких претензий нет. Мне он прям нравится. Он очень классный. И чувствуется, знаете, разница между моими дешевыми браслетами и таким премиальным, хорошим колчуковым браслетом. Посмотрите просто на застежку. Насколько она отполирована. Насколько хорошо она выглядит. Она объемная, большая, толстая. И этим часам эта застежка точно идет. Мне это очень нравится. Даже с задней стороны. Вы видите здесь логотип Морис Лакроа. Вы видите, насколько аккуратно и правильно сделан этот колчуковый браслет. Прям очень здорово выглядит. И кроме того, он также у нас на быстросъемном механизме. Как видите, у нас здесь торчит 4 кнопки, которые позволяют очень быстро снять браслет и поставить другой. Это прям большой плюс для 10 часов. Ремешки никакие сюда поставить я, к сожалению, не смогу. Потому что, опять же, интегрированный браслет к нему только подойдет. Но, кстати, здесь у нас серый цвет. Если поменять ремешок на другой цвет, например, темно-синий, черный, белый, он все равно будет смотреться отлично. Поэтому с этими часами также можно много импровизировать. Однако, надо будет раскошелиться на другие браслеты, которые можно купить только у компании Морис Лакроа. Давайте теперь посмотрим, как они сидят на моей руке. Как вы помните, обычно нашу часы с размером 38 мм. Здесь у нас 39 мм, что также является терпимым размером. И на мне они смотрятся неплохо. Как бы я чувствую, что это как будто мой размер. Я чувствую в них себя, знаете, крутым предпринимателем. Потому что они создают очень бизнесовый вид для офиса, для работы. Они выглядят идеально. В целом, очень красивые часы. Морис Лакроа очень много работает над этой линейкой моделей. И мне они безумно понравились. Это классные часы, которые смотрятся даже дороже, чем они есть на самом деле. И в них классно все. И механизм, и ушки, и коронка классно выглядит, и бетель. Возможно, они не понравятся тем людям, которые не хотят быть похожими. Когда часы слишком похожи на Адамабе. И это, кажется, делает немножко дешевый вид. Но если для вас нормально, то, что эти часы вдохновлены этой легендой, то, как бы, это одни из лучших часов за свою цену. И, если честно, минусов я здесь особо не заметил. Они хорошо сидят, они хорошо смотрятся. Они очень дорого выглядят. У них быстросъемный браслет. Браслет шикарный. И колчуковый браслет шикарный. И стороной браслет шикарный. Механизм смотрится отлично. И поэтому, опять же, плюсов много. Минусов особо не заметил. Мне эти часы очень понравились. Вот такой обзор. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз, как обычно, хочу сказать спасибо компании Swiss Time за то, что любезно предоставляет нам часы. Это крупная часовая сеть по всему Казахстану. Обязательно посмотрите их часы в Инстаграме и на их сайте. Ну и сразу начинаем нашу рубрику новостей канала. Сегодня ночью я не мог уснуть до 4 утра. Я случайно листал ленту своего ютуба и увидел о том, что есть часовой блогер, которого я до этого много не смотрел, но начал смотреть в последнее время, которого зовут Артем Персидский. Я думаю, многие из вас его знают, на него подписаны, скорее всего. И дело в том, что я только сегодня увидел, что 9 месяцев назад он упоминал мой канал на своем канале. Делал небольшую реакцию на мое первое видео. Канал называется El Watches. И там есть такой, по-моему, вот я не помню, Дмитрий Ким, его зовут. Парень приятный, не надрывается, спокойно говорит, так располагает к себе. Короче, я посмотрел. Интересно было то, что... Интересно было то, что у него на канале 4 видео. Первое видео набирает тысячу просмотров. Второе видео с его коллекции набирает 16 тысяч просмотров. Третье видео с G-Shock набирает 13 тысяч просмотров. Я только смотрю, и мне хотелось бы написать и сказать Месье Киму, как вы вообще это делаете? Потому что столько просмотров в нашем сегменте. Это нереально для нового канала. Но потом у него выходит видео про коробочки. И да, всего 700 просмотров. Вот это нормальная тема. Вот так вот у нас и должно быть. Я просто представил, какая у него была реакция, когда он узнал, что у меня видео было 600 тысяч просмотров. Что для меня вынос мозга, для вас, возможно, тоже это безумная цифра. Мне просто очень смешно представлять его лицо, когда он увидел, что у меня это 5 или 6 видео, которое я впервые делаю на YouTube, и оно сразу залетает на 600 тысяч просмотров. Мне все пишут негативные комментарии, но все равно это очень весело и очень смешно представлять. Еще раз хочется сказать ему огромное спасибо за то, что прорекламировал мой канал. Канал растет. Всего у меня примерно 23 ролика. И в целом за все них я пробил рекорд в миллион просмотров. Это такая наша новая точка. И моя следующая цель, наконец-то, надо добрать 10 тысяч подписчиков. У меня большие надежды на эту цифру. Такое чувство, что когда я добьюсь 10 тысяч подписчиков, откроются новые перспективы, смогу просить какие-то новые часы, внедрять какие-то заработки, делать какие-то новые проекты. Поэтому 75% из вас не подписаны на мой канал. Я очень прошу вас подписаться. Тогда качество канала в целом будет лучше. Лучше будет и для вас, и для меня, тем более. Поэтому просьба для вас подписаться. И всем, кто уже подписан, огромное спасибо, что делаете мое увлечение возможным. Для меня большая честь заниматься своим любимым делом. Еще раз спасибо всем за просмотр. Это канал All Watches. Всем мира!